Ребята, всем привет! С вами Таня. В сегодняшнем видео будет посвящено хомякам, а особенно Тедди, потому что ему 19 мая будет 2 годика. Это большая цифра для хомяков, потому что они не живут примерно в среднем 3 года. 2 года уже считается стареньким хомячком, поэтому я ему решила подарить большой подарок. И как заметно по наполнительной, я ему купила клетку, очень большую, больших размеров. Она даже отлично подходит сирийским хомякам. Размеры ее 76 длина и ширина клетки 43, наверное, я мерила, уже забыла. И высота 36, да. И сейчас я вам покажу поближе саму клетку. Вот ее такие большие размеры. Вот моя рука и вот вся клетка. Я ее покупала в БУ. Извините, также фон у меня не очень, потому что эту огромную клетку я еще не знаю, куда я буду ставить, потому что у меня комната небольшая. И порадовать своего хомячка хотелось, поэтому я поставила вот на диване. Поэтому сейчас камеру настроим на диване. Вот как видно, поэтому, извините за фон. Вот такая она огромная. Так, Эш, у нее два таких входа и выхода. Вот такое, вот огромное, что можно положить что-то. И также один вот маленький наверху. Также вот такой вот этаж. Домик. Еще один домик был. Также вот такая вот большая кормушка для морской свинки. Ну, я тоже ее отдам Тедди. И вот такая пластмассовая мисочка. Ну, пусть будет, я ее Тедди давать не буду. У меня такая есть как раз ему для песочка. Вот так она выглядит. И сейчас мы ее будем наполнять. Сейчас уберу. И также этаж уберу. Вот, уже я домик этот установила. Он будет здесь. Также деревянный домик у меня будет под этажом. Этот домик будет стоять в углу. Потому что я хочу, надеюсь, что хомяк будет его использовать как туалет. Сейчас я немного прервусь и открою пакетики все, чтобы не было шума. Вот, я приблизила клетку поближе. Я подставила сзади подушку, чтобы она как бы наклон был, чтобы вам видно было. Вот здесь пол пачки наполнителя уходит. Извините, если меня не слышно, потому что я как бы отдаленно еще и шум. Вот, первый пакет и вот столько. Это очень мало. И сейчас еще вторую будем пачку открывать. Тоже я пока отключу, чтобы не было шумно. Так, я уже открыла. Конечно, в такую клетку будет уходить очень много наполнителя, потому что она большая. Но с такой большой клеткой мы не так часто будем менять наполнителя. Сейчас я еще одну подушку подложу, чтобы было более наклонуто. Вот, надеюсь, лучше видно. Вот, кукурузного, думаю, достаточно. Мы использовали, наверное, если так смотреть, то вот целую такую пачку, он даже чуть больше. Вот столько у нас осталось, сколько и почти было в предыдущем. И сейчас тоже будет шумно, я достану опилки. Я достала опилки фруктовых деревьев и тоже использовала. Высыпаю примерно треть часть упаковки. Вот такая вот горочка вышла. И сейчас тоже распространяем, перемешивая вместе с кукурузным. Кто смотрел мои предыдущие видео, все знают, что я добавляю 30% опилок. И 70% кукурузного наполнителя. Вот. Сейчас я дальше перемешаю и потом вернусь к вам. Вот уже я все сделала. Наполнитель у нас уже есть. Поставила клетку на место. Так. Сейчас я вот устанавливаю домик. Убираю немного наполнительных. Здесь поддон ровный. Также клетку, то есть домик можно повесить, но он будет очень высоко. Вот. Установи. И сейчас я буду устанавливать лесенку. Думаю, где-то даже вот здесь давайте. Так, где у нас? Вот. Лесенка хорошо, что цельная. Цельная. И здесь есть такие выступы. Поэтому хомяк не будет скользить. И свободно будет подниматься наверх. Сейчас я беру контейнер. Тедди. Вот я поставила, видно, контейнер. Какая вот разница в длину. Насколько он, клетка большая. Вот таких теперь условиях будет жить Тедди. Вот видно у нас пыль. Это от опилок. Так что сейчас дальше уже будем наполнять клетку. Сейчас придется... Тедди уже проснулся у нас. Вот сейчас я покажу. Я выключу вспышку, потому что она плохо влияет на хомяков. Вот. И сейчас включу дополнительный свет. Вот. Включила я свет. Вот он у меня очень исхудал, потому что стал старенький. Даю я ему кашки, всякие пюрешки. Вот нам тарелочку подарила. Смотрите, как Тедди у нее вмещается. Будет очень большая ему, хорошая. Так. Иди-то, иди сюда. Так. Ложим ее обратно. Достаю его колесом. Сейчас я его обмою, а потом аж буду устанавливать в клетке. Вот так. Теперь я переставила вот домик сюда, потому что поставила вот колесо сюда, в этот угол, там где был домик. Я его помыла, высушила. Мыла я водичкой с содой, так же самое и клетку. Кипяток. Ошпарила сначала, потом тепленькой водичкой с содой. Чтобы прозе дезинфицировать. Вот так поближе покажу все. Такой вот домик. Так. Продолжаем далее. Я уже переставила камеру вот под этаж. Потому что в тот угол я буду ставить домик. Сейчас я его постараюсь аккуратно вставить. Сейчас уберем. Вот деревянный домик я его тоже буду менять. Вот осталось немного предыдущих салфеток. Надеюсь, домик поместится. Да, поместится. И сейчас я его установлю и покажу вам. Так же я взяла дополнительно белую нецветную туалетную бумагу. Вот сейчас покажу, как я там все разместила. Неудобно, потому что очень низко. Вот так у нас стоит домик. Вот, наконец-то мы добрались. Почему я поставила его в луках? Потому что хомяк любит уединения. Разные уединения, норки, одиночество. Потому что они одиночные животные. И поэтому я поставила домик его деревянный для сна. Поставила специально туда. Дальше добавляю салфеток. Так, просто порвала на 2-3 части и кидаю. Дальше Тедди сам справится. Следующий я беру керамический домик. Я думаю, в этот угол добавить его. Я сюда из-под керамического домика убираю все. Чтобы прохладная пластмасса и керамический домик охлаждали хомяка. Вот так вот у нас. Вот теперь даже 4 домика у Тедди. Здесь вот один зеленый, второй и вот третий. Вот я уже насыпала Тедди корма. Вот остаток был. Сегодня буду делать новый. Это вот такая вот большая мисочка. Вот и этого корма ему хватит на несколько дней. И сейчас мы будем устанавливать. Вот наш второй этаж. Ставлю вот мисочку. Вот она у нас здесь. Чуть ободвину. И сейчас буду устанавливать поилочку. И вот сейчас я обойду и буду устанавливать поилочку. Ну и вот на такую вот высоту. Чуть ближе. Нет, еще выше я смотрю. Нужно установить. Вот. Вот так будет хорошо. Сейчас. Вот так. Здесь нужно протереть влагу, чтобы хомяк не намочился. Вот, есть кормушечка. Водичка. Вот так вот. Сейчас у него там. Также останавливаю. Дальше я поставлю назад. Вот так. Вот. Также нужно установить мостик. Так. Думаю, куда его нужно. Вот так. Пусть здесь роет. И так же нужно взять его мисочку для сучки, кашек и остального. Поставлю здесь. И давайте посмотрим, что в Тедди. Там осталось. Выключу вспышку, чтобы Тедди не навредила. Вот сам Тедди мечется. Вот остался еще один туннелик. Сейчас куда-то установим. И принципиально. Чем больше таких лазеек, тем хомяку будет интересней, веселее проводить время. Вот. А вот этот домик я не буду устанавливать. Тедди в нем не живет, ничего не делает. Так что оставлю я его или улиткам, или просто пока пусть полежит. Вот сейчас покажу, что осталось в Тедди. Вот осталась только мисочка, но у него уже новая. Смотрите, как загрязнил. Отдам я эту мисочку Еве, потому что в Еве пока лежит мисочка. Та, что на конкурс, который уже будет скоро завершаться. Смотрите, какая злюка. Несмотря на то, что этот у нас контейнер был большой, было место, где побегать, эта злюка все равно бегала и грызла все подряд. Точнее, вот, в сеточку. Вот так у него сейчас грязненько. Я специально старалась не убирать, потому что знала, что он у меня переедет. Использовать наполнитель и выбрасывать. Особенно такой редкий, как у нас. Так что я решила, не нужно. Сейчас я отставлю контейнер, чтобы он нам ничего не заслеплял. Поставлю вот сюда. Дальше на диван и возьмем Тедди. И поселим в нас домик. Смотрите, какой он у нас уже. Огромнейший Тедди. Смотри, что у тебя есть новенького. И сейчас мы за ним просмотрим. Смотрите. Интересно. Сразу к домику нужно пособирать все. Сейчас пока он отвернулся, включим вспышку. Вот. Сразу выбираем, потому что я оставила там салфеточки. И домик сам пропах хомяком. Поэтому он сразу и к нему пошел. Давайте пока он там у нас все. Вот. Выключаем вспышечку. Чтобы она не навредила. Давайте просмотрим еще раз, что у нас. Вот здесь у нас поилочка. Кормушечка. Домик. Вот здесь керамический домик. Тедди в него пошел. Деревянный домик для сна. Сейчас настроим. Вот такая вот. Туннельчик небольшой. Мостик. Лесенка. Колесо. И домик. Конечно же сам Тедди. Давайте еще раз посмотрим сверху. Вот смотрите, какие. Какая вот клетка. И какой сам маленький очень Тедди. У него также колесо 22 сантиметра. Кто помнит. Так как нам. Не могу я. Снять его в новом домике. Сейчас обойдем. Если успеем. Да, он уже вышел. Вот и здесь. Надеюсь, ему здесь будет интересно. И он не будет грызть клетку. Еще на второй этаж он не поднимается. Очень много всего, да, Тедди? Все ему интересно. Места очень много побегать. Это как будто у него 5-комнатная квартира. Или свой большущий дом. Как бы на... На наш взгляд. Вот, наверное, большинство подумали, зачем такому маленькому хомячку. Такая большая клетка. Ну, ребята, вы же тоже не хотите жить в туалете. В таком маленьком туалете. И где у вас кухня, столовая. И все остальное. Хомяк это животное, которое преодолевает большое расстояние. Первый раз на этаж бежим, смотрите. Очень много бегает. Нужно здесь аккуратненько. Надеюсь, он не будет падать. Смотрите, какой маленький. Ой. Так. У меня штатива. Телефон отсоединился. Сейчас присоединю. Я опять на связи. Так. Вот у нас. Там ничего еще нет. Смотрите, как ему все любопытно. Как он быстро бегает, смотрит. Так. Да, о чем мы говорили. О том, что для чего такому маленькому хомячку такое большое пространство. Я уже говорила, что хомяки очень любят бегать. Для этого им нужно хорошее большое колесо. Хорошая большая клетка. Смотрите, первый раз залезли. Да, Теджи? Очень мило. Невозможно так сосредоточиться на одной теме. Хочется пофотографировать. Посмотреть. Опа. Давай, Теджи. Теперь его не остановить. Лесенка, смотрите. Надеюсь, он не вздумает падать. Ой, перевернулся. Еще покушать надо. После такого тяжелого дня, как говорится. Это тебе все на подарок. И поэтому такие большие условия, да, это очень хорошее условие. С такой большой клеткой для джангарского хомяка очень хорошо, очень круто. Ну, я думаю, вы все видите вот такие вот условия. Такие условия очень хорошие даже для сирийского хомяка, а для джангарского хомяка. Это очень круто, очень хорошо. Вот смотрите, какой поддон большой. Так что наполнитель тоже не высыпаться не будет. И хомячку будет хорошо, и вам хорошо за то, что ваш хомяк не скучает. Есть где побегать, не только клетку, и кушать, спать. Так что здесь будет большое пространство. Конечно, эта клетка для моей комнаты очень большая. Будем куда-то смотреть, пристраивать. Сверху вот у нас видны отверстия, и здесь даже у нас чуть больше отверстия, чем на два пальца, потому что хомяк может лазить по прутьям, и тоже мне нужно будет прикрыть. Я вам покажу, как я его прикрою. Сейчас я установлю клетку где-то, поищу место, и вернусь к вам. Вот, я решила поставить вот сюда на тумбочку. Вот столько улиточек я прибрала. Сейчас мы клетку поставим вот сюда. Я установила клетку вот здесь у нас. Куртедичек до сих пор кушает. Да? В мисочку, смотрите, какой сам малыш и какая сама миска. Давайте еще раз покажу, какие у нас условия. И что я придумала сделать с этими отверстиями. Вот, смотрите, какие отверстия вот здесь. У меня вот два пальца в ширину пролаят, и вот здесь, если они что-же полезут. Точнее, Тедди полезет. Сейчас я думаю снять. Так, упал. И здесь сниму пока тоже. Так, у нас домик снялся. Так, чтобы не напугать Тедди. И на него не упало ничего. Вот, все сняли. Установим домик обратно. Пусть... Вот эти такие крепежи были привязаны ниткой. Ну, это же хомяк. Он может накушаться нитки, также опутаться в ней. И может умереть. Или отгрызть себе лапу, если лапка опутается. Она... Ей не будет поступать кровь. Вот, сейчас перестанулю. Вот так. Так, поилочка. Думаю, переставлю вот сюда. Сейчас переставлю поилочку, потому что она в стену очень упирается. Вот, переустановила вот поилку. Также поставила вот туда домик. Тедди до сих пор кушает. Фу. Даже не реагирует почти. И сейчас покажу, что будет делать с этими отверстиями. Вот здесь я поставила, вот видно, контейнер. Но у меня нет таких больших клеток. Поэтому здесь я еще прикрыла вот такой вот крышкой. Тедди уже раз спускался, пока я здесь все устанавливаю. Здесь пока клетка будет стоять одну ночь. Потому что у нас уже ночь за окном. Вот уже, видите, спускается сам. Да, вот видно, что колесо 22 сантиметра ему не помеха. Отлично бегает и в нему. Да ты. Да, маленький. Так что вот это отверстие у нас закрывает сам контейнер. А здесь вот такая вот крышка. Ну что, ребята, если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Также пишите, хотите ли вы видеть больше видео о моих животных. Конкретно каком. Вот. Мне очень будет приятно почитать их. Также отвечаю всегда на комментарии ваши. Поздравляем. Тедди. Ой, он. Хорошо, что не на большой был высоте. Поздравляем Тедди с днем рождения в будущем. Вот такой вот подарочек ему подарили. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Пока. Пока. Продолжение следует...